Эпидситуация в регионе стабилизировалась. Тем не менее, растет число заболевших среди детей. За последние сутки зарегистрировано 10 случаев, а единственный способ побороть болезнь – вакцинация. Но в Шустском и Таласском районах Егорзе-Тарас показатели низкие. Акимовоси на аппаратном совещании раскритиковала работу руководителя района и отметила необходимость акцентирования внимания на вакцинации. Также был проанализирован социально-экономический показатель за 10 месяцев. В целом, заболеваемость в регионе снизилась. Количество зарегистрированных больных по области – 20 на 1285, а за прошедшие сутки зарегистрировано 10 случаев. Но тем не менее, среди детей болезнь прогрессирует. В настоящее время получают лечение 364 ребенка, а больше всего больных среди людей старше 60 лет. За одну неделю уровень заболеваемости снизился на 29%. С 22 по 29 ноября выявлено 54 больных. В целом, за одну неделю заболеваемость снизилась на 29%. В стационаре находится 232 пациента. Процент наполняемости наших инфекционных стационаров – 25. Республиканский показатель составляет 30%. В реанимации находится 33 пациента. Это 32%. Республиканский показатель – 23%. На аппаратном совещании Аким области раскритиковал Шуцкий, Талаский районы и город Тарас и поручил Акимам довести показатель вакцинации до определенного уровня. Так не пойдет. К примеру, в Шу проживают более 30 тысяч человек, подлежащих вакцинации. Однако темпы низкие. В Шуцком районе темпы вакцинации должны быть 100%. Вот с городом Каратау тоже все никак закончить не можете. Также был рассмотрен следующий вопрос – показатели социально-экономического развития и освоения средств за 10 месяцев. Главный экономист региона отметила, что достичь намеченных показателей по строительной отрасли сложно. Остановилась также на прогнозных показателях освоения финансов по отраслям. В частности, ожидается, что в промышленности рост составит 104%, в сельском хозяйстве – 100,5%, инвестиции – 105%, строительство – 107%, жилье – 115,2%. По итогам года снова в Сырисусские и Курдайские районы есть информация, что объем инвестиций в Курдайском районе не будет выполнен. Согласно вашему поручению, по итогам года экономический показатель выше уровня прошлого месяца. По объему промышленности мы поставили 105,6%. Год подходит к концу. В Сырисусском и Курдайском районах выделенные средства не освоены. Глава региона подчеркнул, что акимам районов необходимо показать результаты в работе. Деньги даем не осваивайте. Скажем, построить школу – та же ситуация. Мы хотим обеспечить население путевой водой – та же ситуация. Зачем доводить все до последнего? Почему мы должны ждать декабря? Почему мы должны ждать до конца года? Почему мы не двигаемся раньше? Плохо, очень плохо. В завершение Кемобласти дал соответствующее поручение ответственным лицам. Ильдар Гизатурин, Гламжан Синбаев, Жамбл Ньюс.